Китайская Народная Республика, будучи нашим соседом и партнером, привозит во Владивосток не только свои товары и сувениры. Еще в конце 90-х азиаты передали нам свой крупный спортивный подарок – греблю на лодках-драконах. Некогда мифический и необычный вид спорта прижился в Приморье моментально. Сегодня самой крупной международной встречей таких гребцов является Кубок Губернатора Края. В этом году знаменитая регата в бухте Новик прошла в 14-й раз. По нашим документам, значит, 450 человек принимают участие в заездах. Уссурийск, Находка, Сучан, ну и Владивосток, конечно, все основные команды из Владивостока. Но на старте не только жители Приморского края помириться силами приехали и сами китайцы. Прародители драконов сегодня продолжают поддерживать у себя этот вид спорта, причем на высочайшем уровне. Это подтвердил тот факт, что команда из Поднебесной не дала ни единого шанса соперникам на дистанции в 200 метров среди мужчин. Приезжаем на эти соревнования уже во второй раз. Вся наша команда – ребята с университета Бэйхуа, а именно с физкультурного факультета. У нас с вашими гребцами абсолютно разная техника. Русские гребут медленнее, но подготовка у них правильная. Приморцы, соперничая с китайцами, не ударили в грязь лицом. Главных звезд нашей гребли на драконах команды «Тигры Владивостока» к сожалению не было, но хорошую конкуренцию смогли составить и другие коллективы, такие как «Гидро» или «Аквамарин», в копилке которых множество медалей чемпионата Приморья. А вот, например, гостям приходится нелегко. Многие команды тренируются на пресной воде, выходят на море по большей части только на соревнованиях. Здесь залив, здесь не открытое море. Здесь боковой волны такой нет, она не разгуливается. Так что у нас больших разниц, мы большого не видим. Хотя морская вода немножко плотнее. Плотность воды выше и, естественно, лодка должна быть по всей параметрам находиться выше. А вот кто буквально живет в соленой воде, так это владивостокские коллективы. Причина, по которой приморцы выбрали такую необычную дисциплину гребли, у каждого своя, особенная. Купила путевку на сплав по реке. Мне так очень понравилось. Ну и так сложилось, что я встретила человека, который меня позвал в команду. И вот я уже 7 лет занимаюсь греблей. Ты гребец с веслом на фоне заката. Это великолепно. Плюс какая-никакая физическая нагрузка. Настоящий спорт в спортивном классе как бы это очень ощущается. Во-вторых, это команда и люди. В-третьих, это море и воздух. По итогам соревнований во всех категориях, кроме мужской 200-метровки, команды из Владивостока заняли первое место. В призерах также отметились находка и партизанск. В конце гоночного дня все чемпионы получили памятные награды. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.